Здравствуйте! В эфире программа «События» в студии Лариса Шалафаст. Смотрите в этом выпуске. Обратный отчет начался. Городские школы рапортуют мэру о своей готовности к первому сентября. Это ярмарки краски, разноцветные пляски. Пластилиновый дождь в эти выходные прошел над Самарой. Из дворовой команды в сборную России. Самара зажигает новые звезды футбола. Три дня до начала учебного года самарские школы готовы принять учеников. Все здания уже отремонтированы и где необходимо переоборудованы. В этом году впервые за 20 лет открываются две новые школы. Подробности в репортаже Марины Матвейшиной. Форма поглажена, портфели собраны, цветы куплены. Школьники Самары в предвкушении 1 сентября, до которого остались считанные дни. В этом году за парты сядут 112,5 тысяч школьников. Среди них более 13 тысяч первоклассники. В полной готовности и все 160 школ города. Среди них и две новые, Волгарея в Крутых Ключах. Полностью сформирован и библиотечный фонд. В этом году за счет областного бюджета были закуплены все необходимые учебники. Из расчета 650 рублей на школьника. Мы сейчас пытаемся и много работаем с директорами о том, чтобы они минимизировали количество покупаемых родителями рабочих тетрадей. По каким-то предметам можно вполне обойтись и без них, поскольку они, конечно, дорогостоящие, а являются одноразовыми предметами, конечно, индивидуального пользования. Учиться будет безопасно. Все школы прошли проверку на противопожарную безопасность. Некоторые школы получили дополнительно новые классы за счет переоборудования собственных помещений. Также сейчас идет работа по возвращению 54-й гимназии спортивной площадки, которая много лет назад была отдана под погреба. На общегородском совещании в мэрии Олег Фурсов дает поручение разобраться в ситуации как можно скорее. Посмотрите практику судебную, как она в этом случае решается. Потому что земля муниципальная, насколько я помню, это временно все отдавалось в 93-м году. Конечно, это нонсенс, когда стадион отдан в угоду 17-ти людям, которые построили там погреба. Школьные линейки в этом году пройдут особенно красочно. В рамках программы «Цветущий город» во всех дворах были разбиты цветники. Каждая школа может похвастаться своими шедеврами ландшафтного искусства. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События. Направить и поддержать. Самарский бизнес-инкубатор запускает серию семинаров для тех, кто хочет открыть свое дело и не знает, с чего начать. Это встреча с представителями крупных предприятий города, которые готовы поделиться своим опытом. На первом семинаре участникам презентовали бизнес-идею в области строительства. Мы решили начать цикл мероприятий, которые помогут безработным, студентам или тем, кто наемным работникам задумывается об открытии своего дела, помочь в выборе собственного дела, с чего начать. И, может быть, поддержка крупных предприятий, которые готовы поделиться какими-то технологиями, поможет им тоже начать свое дело. Купил, выпил, заплатил штраф. Полицейские подпортили веселье нарушителям общественного порядка. Борьбу за спокойствие горожан в Самаре ведут силовики и общественники в рамках программы «Территория без наркотиков». Все ли спокойно в Октябрьском районе? В антинаркотический рейд вышла наша съемочная группа. Двор по проспекту Ленина 6. Здесь спокойно, но местные жители уверяют, это временно. Выходные все на природе, а по будням вечерний покой нарушают шумные компании. Детская площадка превращается в бар под открытым небом. И нам некуда деться, да, милочка? И мы уходим оттуда. Вот нас с Ниной Ивановной буквально вчера оттуда выгнали. Мы с ними не связываемся. Вот положа руку на сердце, боимся. В таких случаях нужно обращаться к своему участковому или вызывать полицию, говорят силовики. Во дворе на Ленина 4 пикник организован прямо на столе для пинг-понга. Алкоголя на первый взгляд нет, но общаться с журналистами здесь категорически отказываются. Под эгидой прокуратуры, мы ходим, рейдом. У меня согласия не давалось на съемку. Еще одну застенчивую кампанию встречаем во дворе на улице Осипенко. Молодой человек, там так, спортивная площадка. Не надо, но камеры не снимают. От нас все ходите, от меня, лично. Для начала хотя бы, чтобы вы закрыли бутылку пива. Закрою. Переместились куда-нибудь подальше от спортивной площадки. Перемещаюсь. И что дальше? Протокол 500 рублей, пожалуйста. Кодекс об административных правонарушениях запрещает курить, пить спиртное и вести себя вызывающе в общественных местах. К ним относятся скверы, парки, дворы и детские площадки. Штраф 500 рублей. Впрочем, он мало кого пугает. Этот мужчина, вероятно, уже не первый раз совершает экскурсию в отдел полиции для составления протокола. Силовики и общественники в такие рейды они выходят не реже, чем раз в месяц. Говорят, цель не наказать, а предупредить. Само появление стражей порядка над дебоширов порой действует отрезвляюще. Лариса Шлафаст, Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. С блеском и треском в последние выходные лета в Самаре прошел международный фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». В Струковском парке собрались мэтры уличных театров, музыканты, клоуны, жонглеры. С подробностями Олеся Корецкая. Фестиваль «Пластилиновый дождь» проходит в Самаре в шестой раз. Более 50 участников из Самары, Уфы, Санкт-Петербурга, других российских городов, а также Чили и Австралии. Огромная площадка творческих людей, которые из простых вещей делают удивительные вещи. Не совсем понятные, конечно, но удивительные. Причудливые инсталляции – лишь малая часть уличного искусства. Как и сотни лет назад, с грохотом и треском актеры бродячих театров продолжают свое шествие. Уличные театры – это древний вид искусства с размытыми жанрами. У них нет сцены, искусственного освещения, а зрители часто вовлекаются в действие. Они могут все – удивить, поразить, насмешить. Замечательный фестиваль. Уже не первый год посещаем его. Обстановка интересная, очень радостная. И очень много интересных мероприятий здесь происходит. Нам нравится с сыном. Да все тут разные. И пришельцы там, ну, все разные. Люди наружаются. В этом году символ фотоаппарат, что актуально в эпоху миллиона фотографий. Из года в год фестиваль «Пластилиновый дождь» сохраняет свою энергетику, встряхивает и выдергивает людей из привычного ритма жизни. Менять что-то мы не хотим принципиально, по формату менять, потому что есть парк, есть вот эта вот атмосфера саккумулированная, когда все это бродит, тут вокруг все что-то происходит. На два дня Струковский парк превратился в настоящий калейдоскоп, где всего чересчур громко, ярко, весело. Самые длинноногие девушки именно в уличных театрах, на 60-сантиметровых ходулях. Мы же привыкли уже, мы на тридрюки, на них всякие делаем. «Пластилиновый дождь» – это тот случай, когда лучше увидеть. И не один раз. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Далее коротко о других темах дня. В Самаре трамвай сошел с рельс. Это произошло в минувшие выходные на Хлебной площади. Очевидцы выложили в интернет свои фото. Машина такси врезалась в трамвай, чего последний сошел с рельс и протаранил забор. Пострадавших в ДТП нет, однако трамвай и легковушка получили механические повреждения. В Самаре бывшие супруги делили эмбрионы в суде. Во время брака они сформировали в частной клинике несколько эмбрионов, благодаря одному из которых родился их сын. После развода мужчина решил их уничтожить, обратился в клинику, но получил отказ. По документам судьбу эмбрионов могла решать только супруга, а она оказалась категорически против. Впоследствии выяснилось, что срок хранения клеточного материала уже истек. На основании всех этих данных суд вынес решение о его утилизации. Ценовая ситуация на продовольственном рынке Самарской области остается стабильной. Об этом сообщают представители Министерства экономического развития, инвестиций и торговли региона. Рузничные цены на хлеб, мясо, крупы, молоко и молочные продукты практически не изменились. Сохранилась тенденция снижения стоимости картофеля, овощей, помидоров и перца. Также подешевели яблоки, бананы, виноград и мандарины. Цена благоустройства площади Куйбышева снизилась с 6,5 миллионов до 5 миллионов 300 тысяч рублей. В Самаре подвели итоги торгов. Благоустройством площади будет заниматься градостроительный институт Красноярск-граждан-проект. Ремонт на площади Куйбышева проведут в связи с подготовкой Самары к чемпионату мира 2018 года. В частности, планируется благоустройство четырех скверов, замена асфальтового покрытия, самой площади и прилегающих улиц. Кроме этого, ведется разработка проекта по ремонту инженерных коммуникаций. Планируется, что к осени следующего года завершат все работы и площадь будет готова к приему гостей. Лето не спешит прощаться с Самарской областью. Возвращение 30-ти градусного зноя пока не планируется, однако по прогнозам областных синоптиков к среде температура воздуха поднимется до плюс 27. В понедельник 20-24 градуса. В ночь на вторник и вовсе прохладно 5-10 градусов. А к середине недели вновь подует южный ветер и потеплеет осадков не ожидается. Куйбышевский район зажигает звезды. Футбольные. На центральной площади у Дома культуры прошел спортивный праздник «Я люблю футбол». Он приурочен к подготовке чемпионата мира 2018 года. Идею предложил молодежный парламент при райсовете. А главными героями стали жители района. Олег Зверев тоже зарядился футбольным драйвом. Рисунок для красоты и большего спортивного драйва. Мастера аквагрима предлагают разные варианты, но самый большой спрос на российский триколор. Это будет флаг России. Только в таком вот, грубо говоря, девчачьем формате. С рисунком и без, с мячом и на велосипедах идея сегодня одна. «Я люблю футбол». Спортивный праздник с таким названием прошел в Куйбышевском районе Самары. Нужны России футболисты. И с таких мероприятий начинается дорога к большому спорту. Александр Дубаев занимается футбольным фристайлом недавно, а его уже награждают за смелые трюки. Самые простые – это вокруг света. Есть более сложные трюки. Ну и самые сложные уже учатся по несколько месяцев. Я пока что такие еще не умею. Но есть к чему стремиться. Стремиться есть к чему. Сегодня свое мастерство показывает группа черлидинга. А это – экзамен на знание географии. Собрать спилс-карту страны по силам далеко не каждого. Но награда за успех – значок «Я знаю Россию». Идею праздника предложил молодежный парламент при Куйбышевском райсовете. Администрация решила поддержать. Я думаю, что многие из них после этого праздника придут на наш стадион «Нефтяник», который будет в конце сентября отремонтирован, полностью реконструирован. И там вновь откроется наша детская, юношеская спортивная школа. Не только молодежь. К перетягиванию каната присоединяется старшая гвардия. Восьмой цех против шестого и четвертого. Сотрудники предприятий соревнуются, подтверждая известную истину. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Все знакомые, все дружим. Спорт есть. Дружба. В программе праздника конкурсы и викторины. И, что самое важное, возможность научиться мастерству у профессионалов. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы расскажем в следующих выпусках. Дому, где родился и жил Ильдар Рязанов, вернули исторический облик. Старая Самара заново обретает свое лицо. Откровенный диалог. Губернатор встречается с преподавателями Самарского объединенного университета. Управленческому СТО. Самый живописный район Самары отметил юбилей. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!